Уважаемые коллеги, у нас сегодня с вами достаточно, казалось бы, такая узкая тема, но в то же время, может быть, в социальном плане одна из самых значимых из тех, что мы с вами рассматривали. Речь идёт о введении в оборот универсальной карты гражданина. Ну, для чего это нужно, я думаю, сегодня рассказывать нет смысла. Это просто совершенно другой уровень общения гражданина с государством, с различного рода бюрократическими структурами. Значительно новые возможности, удобство в осуществлении платежей, как за налоги, так и платежей за покупки. Возможность получать регулярную информацию о том, что происходит со счетами гражданина. Ну, и в конечном счёте, просто наша интеграция в цифровое пространство, в широком смысле этого слова. То есть, просто повышение, радикальное повышение цифровой культуры в нашей стране для того, чтобы обычные люди чувствовали себя и более защищёнными перед государством. И в то же время им просто было гораздо удобнее с этим государством вступать в различного рода отношения. Универсальную карту можно будет использовать не только в качестве такого инструмента для безналичных расчётов, не только как инструмент общения с государственными структурами, но и как полноценное платёжное средство, как в России, так и за рубежом. Вот мы сейчас смотрели все возможности, которые предоставляет универсальная платёжная электронная карта. Она, конечно, эти возможности, конечно, впечатляют. Причём нужно сделать всё для того, чтобы та карта, решение которой мы примем, имела универсальный в полном смысле этого характер. То есть, чтобы она была универсальным финансовым инструментом, который позволяет его использовать и в России, и за границей, а не какой-то доморощенный продукт, который не получил признания в других странах. Мы это уже когда-то проходили, и карточки банковские создавались, сугубо российские, которые принимались только в ограниченном круге банков. Но вы понимаете, чем это закончилось. Они просто вышли из обращения. Поэтому нам нужно обязательно создать универсальную карту. Что сделать предстоит в ближайшее время? Во-первых, в короткие сроки завершить разработку нормативно-правовой базы. Я знаю, что она уже в весьма высокой степени готовности. Если остались какие-то принципиальные разногласия, давайте их прямо сейчас здесь и обсудим. И устраним, естественно, прием по ним решение. Все эти документы должны быть приняты к лету. Считайте, что это моё поручение правительству России. Речь идёт о законе об электронной цифровой подписи. Он внесён в Государственную Думу. Находится на согласовании целый ряд проектов постановления правительства, касающихся технических требований, предъявляемых к универсальной электронной карте. Включая материальный носитель, а также технических требований к электронным приложениям. Ну и документ об установлении порядка выпуска универсальной электронной карты. Сразу хочу сказать, что мы должны действовать достаточно быстро, а не ориентироваться на создание тех или иных продуктов внутри страны. Мы должны постараться сделать такой качественный скачок. По мере созревания возможностей по выпуску тех или иных интегральных элементов этой карты в нашей стране, мы будем принимать об этом решение и, соответственно, проводить замены. Но все иные соображения, на мой взгляд, носят вторичный характер. Во-вторых, нужно развернуть инфраструктуру, которая необходима для использования универсальной карты. В каждом регионе должно быть достаточное количество простого, понятного для граждан, удобного оборудования. Ну и, конечно, нужно сделать так, чтобы это оборудование было в достаточном количестве доступно для обычных людей. Чтобы очереди, которые у нас зачастую стоят в кабинеты для получения этих или иных бумажек, не превратились в очереди к терминалам, на которых будет происходить обслуживание карт. То есть нам придется эти терминалы в достаточно быстром, в таком порядке, выпускать. Но такая практика у нас уже существует. Терминалы создаются и выпускаются и банками, и другими структурами. В основном они основаны на российских проектах, российских носителях, что неплохо. Вторая тема может быть еще более важная. С учетом того, что самое большое удобство от использования такой карты, наверное, состоит в том, чтобы осуществлять общение с государством и с компаниями через персональный компьютер. Надо продумать соответствующую систему идентификации. При этом устройства для считывания с карты персональных данных и электронно-цифровой подписи, они должны быть недорогими. А если говорить о программном обеспечении, то его предполагается сделать бесплатным. И вот это как раз дело или тема для государства. Координация этой работы поручена Минкомсвязи. Важно также максимально упростить процедуру выдачи карты, определить перечень документов, которые потребуются для ее оформления, и предусмотреть возможность их приема в электронном виде. Ну и, конечно, нельзя забывать о тех, кто пока еще не привык к использованию современных технологий. Нужно развернуть масштабную обучающую компанию для того, чтобы наши люди получили необходимую информацию по использованию услугами карты. В-третьих, нам необходима сверка базы данных различных учреждений и синхронизация процедуры межведомственного взаимодействия. Надо адаптировать их для работы с картой. Ну и, конечно, необходимо предпринять усилия по защите личной информации от возможного распространения и нецелевого использования. Хотя надо признаться, что вся эта информация у нас в огромном количестве циркулирует в глобальной сети, и пока эффективных способов ее защиты, надо признаться, государство не найдено. Поэтому само по себе защита этой информации не должна быть препятствием к принятию решения о выпуске этих карт. Хотел бы, чтобы это поняли все, включая ведомства, которые за это отвечают. Ну, карта в том виде, в котором сегодня обсуждается, она может создавать целый набор возможностей, как уже вполне традиционных, так и нетрадиционных. Вот мы только что ходили по этой выставке, смотрели. Одна из идей, которая, мне кажется, весьма и весьма интересной, заключается в том, чтобы помимо, собственно, электронных возможностей, вытекающих из карты, совместить ее на одном носителе с правами на управление транспортным средством. В этом случае это будет уже просто глобальный документ, который позволяет и покупки совершать, и рассчитываться по различного рода финансовым требованиям, и просто передвигаться по стране. Другая идея, которая, как мне представляется, тоже весьма продуктивно, заключается в том, чтобы карта в какой-то момент стала одним из способов упрощения регистрации граждан Российской Федерации при их перемещении по территории нашей страны. Это поможет и самим гражданам, но, надо признаться, поможет и правоохранительным органам. Поэтому эти возможности тоже не следует забывать. Введение всех услуг, начиная от налоговых, медицинских, и заканчивая, скажем, более продвинутыми какими-то, допустим, вот то, что я сейчас называл, нужно синхронизировать по всей стране, чтобы все наши граждане могли пользоваться этими возможностями на территории всего нашего государства. Потому что нынешние карты, они весьма удобны, мне сейчас показывали возможности, которые предоставляет социальная карта москвича для пенсионера, например, для школьника. Это впечатляет, это уже действительно вполне современная технология, возможность платить по карте в транспорте, в школе, пенсионные права осуществлять. Но в то же время, как только наш гражданин выезжает за территорию соответствующего региона, эта карта утрачивает смысл. Ну, может быть, единственное, если она совмещена с банковской картой, там по ней можно проводить сделки, связанные с покупкой продуктов или услуг. Но, собственно, основные задачи, вытекающие из карты, включая, скажем, медицинские вопросы, вопросы налогового учета и платежей по обязательным требованиям государства, с такой карты осуществить нельзя. Поэтому задача заключается в том, чтобы эта карта распространялась на всю территорию России. Только в этом случае она будет универсальной, и только в этом случае она будет интересной для наших граждан. Но, чтобы сделать это, нам необходимы региональные планы внедрения универсальной карты. Тем более, у нас есть субъекты, где весьма приличный опыт уже существует внедрения соответствующей карты. Вот я называл сейчас Москву, это и Астраханская область, и Башкирия, и Татарстан, некоторые другие. И, конечно, их опыт нужно учесть. Причем не только негативный, не только позитивный, но и негативный тоже. Надо посчитать экономику проекта. В его реализации, очевидно, заинтересованность банковских и финансовых структур. Они являются такими основными подвижниками этого процесса. Но они его, конечно, поддержат. В то же время нужно определить и государственные объемы финансирования проекта. Поэтому я правительству соответствующее поручение даю. Обоснование этих затрат должно быть представлено к 1 мая текущего года, с тем, чтобы заложить необходимые средства в бюджет следующего года. Еще одна тема, о которой я частично уже сказал. Очевидно то, что чип, который используется в карте для хранения персональных данных и содержащий средства защиты этих персональных данных, он должен быть сертифицирован. Для этого потребуется время. Я считаю, что эту работу нужно продолжать по сертификации, но это не должно остановить общий процесс. Здесь должно быть два параллельных трека. Создание, собственно, самой социальной карты и создание чипа, который может использоваться здесь. Будет ли это чисто российский чип, или это будут какие-то совмещенные возможности. Я думаю, что это в конечном счете не столь важно. Надо продумать и дизайн электронной карты, потому что в конечном счете, когда речь пойдет об универсальной карте, это будет, по сути, второе основное идентификационное средство для гражданина. Причем с учетом того, какие возможности создает эта карта, это может быть вполне вероятно первым средством. Потому что паспорт – это все-таки такой же будет формальный документ, который может предъявляться только в строго определенных случаях. А практически повсеместно в стране основным средством идентификации гражданина будет эта карточка. И поэтому ее дизайн, он имеет значение. Он должен быть достойным, что называется. В общем, мы готовы к тому, чтобы приступить к реализации очень масштабного и социально значимого проекта. Его результат должен кардинальным образом повлиять на жизнь людей, на взаимодействие между государством и гражданином. Поэтому это ответственная задача. Уверен, что как только мы внедрим эту систему, она облегчит жизнь десяткам миллионов наших людей. Начнем работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова